И еще о медицине. Задачи российским онкологам сегодня поставил Дмитрий Медведев на совещании, до начала которого он осмотрел новую клинику, где лечат разные виды рака. Репортаж Ильи Костина. Онкорадиологический центр в подмосковной Балашихе открылся всего три месяца назад. Предполагается, что ежегодно здесь будут проходить лечение около трех тысяч человек. В экспресс-лабораториях будет выполняться свыше 20 тысяч диагностических исследований. Что кооперация в день делать? В день от 30 до 35. Соответственно, из них 90% это радикальные хирургические вмешательства. В новом хирургическом корпусе пять отделений на 150 мест для взрослых и 50 для детей. Рядом отделение лучевой диагностики, интенсивной терапии, реанимация. Жителям Московской области услуги предоставляются бесплатно по полицу ОМС. Нужно только направление лечащего врача. Дмитрий Медведев, открывая совещание, призвал обратить особое внимание на раннюю диагностику онкологических заболеваний. К 2024 году планируем перейти на ежегодный профилактический осмотр всех граждан. С этого года у нас введен новый порядок проведения диспансеризации. Теперь каждый человек один раз в два года будет проходить скрининг, обследование на самые распространенные виды онкологии. Кроме того, врачи будут уделять повышенное внимание и людям с высоким риском развития онкологии по определенным критериям. Для онкоцентра приобрели новейшее оборудование. Четыре ультрасовременных линейных ускорителя. Один из которых предназначен для радиохирургии высокоточного удаления опухолей без операции. Пять томографов. Два из них способны обнаружить новообразование размером всего в несколько миллиметров. В будущем власти Подмосковья намерены открыть и новый онкологический комплекс. Сейчас как раз завершается его проектирование. Что касается онкологии, мы выстраиваем трехуровневую систему. За пять лет нам удалось снизить смертность от онкологии на 24%. Было 230 случаев на 100 тысяч, сейчас 170. Мы в России переместились с 70-го места на 23-е. Это заметный прорыв. Открытие центра стало возможным благодаря совместной работе региональных властей и частных инвесторов. На встрече с Дмитрием Медведевым губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с инициативой создания двух новых свободных экономических зон. Одна из них может быть в Кашире, а другая совместно с Банком ВТБ. Мы хотели бы обсудить возможность открыть домодедов. Об этой идее я знаю, потому что она уже достаточно давно анализируется. Я так понимаю, что сейчас вы хотите вернуться. Причем нам, правительство, не нужны деньги на создание инфраструктуры. Мы в этом году неплохо идем в части наполнения бюджета. Мы растем где-то на уровне 9-10%. Мы с Москвой очень тесно работаем по гламерации. В частности, с 1 августа ввели дополнительные льготы на проезд на железнодорожном транспорте для всех наших пенсионеров. Достигнуты договоренности о том, что с 1 сентября для подмосковных пенсионеров бесплатным станет проезд и на столичном общественном транспорте. Илья Костин, Роман Михайленко, Владимир Беляев, Андрей Морозов. Первый канал. Московская область.